Всем привет! Продолжаем играть и я зачитываю книгу, которая называется Совершенный Код. Стива МакКонова. Советую всем приобрести, кто еще не приобрел. Итак, сегодня мы продолжим. Продолжим предыдущую тему. Предыдущая тема была там основа разработки ПО, основные решения, которые приходится принимать при конструировании. Но для начала я загружусь, загружусь, вспомню или не вспомню, гляну. Ну ага, я пса себе подмутил. Так, я думаю, что надо как-то взять следующий уровень, а потом уже идти и завершать выполнение. Ну, основной линии, основного сюжета. Там в основном сюжете было, а ну-ка, статус. Убежище 13. Уничтожить источники, уничтожить лидера. Лидера Джанктауна. Тут Некрополь. Можем в Некрополь сбегать. Но там я боюсь, что меня схватят и отведут сразу к этому. К этому, к этому. Ну, мы там уже были. Вот, поэтому я тут еще положу. На самом деле, если внимательно играть, то много всего тут еще интересного можно найти. Всякие дополнительные квесты. И все такое. Так, ну да ладно, пока я так в свободном этом стиле тут побегаю. Так, эти мне так ничего не говорят, да? Походу, да. Ну, да и ладно. Ничего не говорят, так не говорят. Тогда, тогда... Сейчас еще к этому подбегу и продолжим. Так, извини, когда следующий бой, приходи завтра. Гизма, по-моему, кого-то уже нету. И, по-моему, этого кого-то зовут Гизма. Ну, да ладно. Так, продолжаем. Ну, и следующая такая, типа, подглава. Даже не подглава. Стил назвал ее... Пример программирования с использованием языка. То есть, он как бы подводит к тому, что... То нужно пользоваться всеми возможностями языка. Если их недостаточно, то надо как бы создавать свои подходы к решениям проблем. Ну, давайте я зачитаю этот его пример. И дальше, я думаю, вы поймете, о чем это. Разрабатывая программу на Visual Basic, который тогда, когда он разрабатывал на нем, находился на раннем этапе развития. Я с ограничением обнаружил, что язык не поддерживает встроенных способов разделения бизнес-логики, кода юзер-интерфейсов, ну, я буду назвать GUI, и кода работы с базой данных. Я знал, что если буду невнимателен, со временем некоторые из моих форм Visual Basic включат в себя код бизнес-логики, другие код доступа к базам данных, а остальные не будут содержать ни того, ни другого. В итоге, я не смогу вспомнить, какая форма за что отвечает. Я только что завершил работу над проектом C++, в котором разделение кода было выполнено неплохо, и не хотел еще раз наступать на те же грабли. Поэтому я принял конвенцию, в соответствии с которой файлом FRM, это файлы формы, дозволялось только извлекать данные из базы данных, и сохранять их обратно, но не передавать эти данные другим частям программы. Все формы поддерживали метод из форм Completed, который сообщал вызвавшему его методу, сохранила ли активная форма свои данные. из форм Completed был единственным открытым методом, который могли иметь формы. Код форм также не мог включать никакой бизнес-логики. Весь остальной код, в том числе проверяющий корректность вводимых форму данных, должен был содержаться в ассоциированном файле Basic, ну с расширением .bas. Visual Basic не поощрял такого подхода. Он поощрял программистов включать в файле FRM, то есть файл форм, максимальный объем кода. И это отнюдь не облегчало реализацию взаимодействия между файлами FRM, файлой формы и файлой логики BAS. Принятая мной конвенция была очень проста. Но по мере развития проекта, я обнаружил, что она помогла мне избежать многих случаев, в которых мне пришлось бы писать неестественный код. Так мне пришлось бы загружать формы, но держать их скрытыми, чтобы можно было вызвать реализованные в них методы проверки корректности данных. Или мне пришлось бы копировать код форм в другие места программы и сопровождать этот параллельный код. Кроме того, конвенция из форм completed позволила все упростить. Все формы работали одинаково. Поэтому я мог не предполагать семантику из форм completed. Вызовы этого метода всегда имели одинаковый смысл. Visual Basic не поддерживал такой подход непосредственно. Но простая конвенция программирования, а это программирование с использованием языка, позволила мне реализовать отсутствующую в то время структуру языка и помогла упростить проект до приемливого уровня. Понимание различия между программированием на языке и программированием с использованием языка важнее же условия понимания этой книги. Большинство важных принципов программирования зависит не от конкретных языков, а от способа их использования. Если язык не поддерживает нужные конструкции или имеет другие недостатки, попробуйте их компенсировать. Здесь создайте свои конвенции кодирования, стандарты, библиотеки классов и другие средства. Вот так вот. Эй, как дела? Так, может быть... Ну, может быть, сколько ты хочешь. А, это проститутка. О, вон ящичек. Вон ящичек, сбегаю-ка я туда. То есть, основная идея в том, чтобы, если что-то не хватает, разработать свои подходы к решению каких-то проблем. Потому что в каждом языке есть или нет каких-то удобных способов. То есть, некоторые языки, к примеру, прям в поставке дают уже готовые реализации основных паттернов проектирования. В некоторых языках этого нет. Соответственно, если какой-то язык не предоставляет, к примеру, какой-то паттерн, ну, допустим, там, синглтон или... Или еще какой-нибудь, то ничего же не мешает нам написать свой собственный класс синглтон, например, и использовать его. Соответственно, язык остался тот же. Мы просто добавили, да, это решение. Точно так же имеется в виду, что нужно уметь использовать язык и создавать необходимые компоненты, если они там отсутствуют. Потому что каждая задача, она уникальна и там одинаковый подход не всегда может быть верным. Так, ну и вот здесь контрольный список вопросов. То есть, основные методики конструирования. Так, зачитывать, не зачитывать его. Ну, давайте зачитаю. Зачитаю. Сейчас я с этим чуть-чуть перетру. О, у него 1300. Сколько, интересно, вот этот стоит 1500. Я его, наверное, оставлю. Мясо я тоже оставлю. Бобик, наверное, что есть когда-то захочет. Так, это 3200. Да, мне бы, наверное, еще того этого убить, который у меня нечестным путем забрал все деньги. Так. Значит, делаем вот так. 2400 и это забираем. 1600. Ну да ладно. Есть. Так. Так. Может быть, мне его убить все-таки? Ханны, я же их перебил. Рядом с хабом. Короче. Может, тут что-то. Мне так хочется сюда зайти. Взломать это все. Но он как-то неадекватно реагирует на то, что я хочу зайти в его... Ну, что это? Кабинет, наверное, рабочий или что? Что делать? Что делать? Что делать? Наверное, я тут еще побегу, а потом все-таки, наверное, дождусь ночи, приду, прокрадусь и попробую взломать. Взломать и пошариться. Кстати, доктора того бы неплохо было бы убить, который вот тут находится. Ну, вот в госпитале. Сейчас я тут еще пробегусь. Может, кто-то еще что-то сказал. А, это вот эта тварь, которая у меня деньги вымутила. Кто вы? Спасибо. Не, не надо. А, ну, может, у него появились эти мои деньжата? Куда-то спустил. Ой. Так, спасибо. Все. Так, деньги на месте. Ладно. Зачитаю-ка я список этих вопросов. Ну, и первый такой подраздел, это кодирование. Решили ли вы, какая часть проекта приложения будет разработана предварительно, а какая во время написания кода? Выбрали ли вы конвенции, именование программных элементов, оформление комментариев и форматирование кода? Выбрали ли вы специфические методы кодирования, определяемые архитектурой приложения? Определили ли вы, как будут обрабатываться ошибки, какие конвенции будут использоваться при разработке интерфейсов классов? Каким стандартам должен будет отвечать повторно используемый код? Сколько внимания нужно будет уделять быстродействию приложения при кодировании и так далее? Определили ли вы стадию развития используемой технологии и адаптировали ли к ней свой подход? Если это необходимо, определились ли вы с тем, как будете программировать с использованием языка, вместо того, чтобы ограничиваться программированием на нем? Так, следующий список вопросов. У нас тут два вопроса. Работа в группе. Определили ли вы процедуру интеграции? Иначе говоря, какие специфические действия программист должен будет выполнить перед включением своего кода в исходный код всего проекта? Будут ли программисты программировать парами? Индивидуально или эти подходы будут скомбинированы? Так, так, так. Как мне его вызвать на дуэль? Да, я попробую все-таки завалить его, потому что человечное не торгует и все такое. Сейчас. Огу, ладно. Что-то ты долго водишься. Ты о чем? А, растлененка почти готова к отправке в хаб. Ну да, я как раз за ней. О. Ох, ничего себе. Главное, собаку не задеть. Вот и все. Итак, следующий список вопросов. Холодильник. Блин, походу, его надо было взять. Ту-ту-ту, походу. А я его убил. И походу... Ладно, я, наверное, загружусь заново и попробую взять. Там, ну, его нафиг. Не буду я брать этот квест. Заклинили замок. А, ну, сейчас вылезу. Так, ладно, следующий. Продолжаем, как бы, список контрольных вопросов. А, тут у нас... Опа, куда ты залез? Такой подраздел. Гарантия качества. О, собака нормально помогает. Не трожь собаку, гнида. А, это он меня бьет. А как ее... А, вот так вот. Зависла. Это бах. Вот это, видимо, не доработали. Ладно, прерву запись, потом продолжим. Да, зависла я. Завершил программу и, соответственно, загрузился с того момента. Ладно, попробую я все-таки как-то вымутить у него то ли квеста, то ли еще что-нибудь. Итак, следующий список, да. Это у нас гарантия качества. И вот какой контрольный список вопросов. Должны ли будут программисты разработать тесты для своего кода до написания самого кода? Должны ли будут программисты разработать блочные тесты для своего кода? Должны ли будут программисты перед включением своего кода в исходный код всего проекта проанализировать его в отладчике? Должны ли будут программисты выполнить интеграционное тестирование своего кода до его включения в исходный код проекта? Будут ли программисты выполнять взаимные обзоры или инспекцию кода? Кстати, вот этот взаимный обзор и инспекция кода очень полезная вещь. Можно что-то пропустить, что-то не досмотреть. Тем более, когда вы используете модули другого программиста, который разрабатывает. Каждый работает над своим модулем, классом. И вот, когда тот программист знает, вы говорите, я там использовал твои функции, твои классы. Ну и, соответственно, он может просмотреть, если добросовестно это делать. Да, это занимает времени иногда. Но взаимная инспекция позволяет выявить ошибки. Возможно, по незнанию, как использовать конкретный модуль или еще что-то такое. Ну, это очень полезная штука. Так, дальше. Дальше, следующий список вопросов, это инструменты. Так, сейчас еще раз попробую. Пора бы уже. Зачем люди просто хотели, что... Ну, тогда же ты мне этот, или нет? Так, еще раз. Боб. Ага, я через минуту... Наверное, к этому Бобу надо. Это в хабе, по-моему, этот... Ингу эту продает. Я знаю, тебе, Игуаня, ты грязный мясник. Что ты... Я немного... Его бегают... Это ничего не доказывает. Грэдж, немного тупо здесь. Лучше тебе уйти. Ладно. Так, следующий список, это инструменты. Итак, выбрали ли вы инструмент управления версиями? Выбрали ли вы язык, версию языка и версию компилятора? Выбрали ли вы платформу программирования? Ну, это, например, там, GEE, то есть, или Microsoft Net, или, там, какая-нибудь, какая-нибудь еще другая. Вот, дальше. Приняли ли вы решение о том, как можно... Можно ли будет использовать нестандартные возможности языка? Определили ли вы другие средства, которые будете применять? Редактор, инструмент рефакторинга, платформу для тестирования, модуль проверки, синтаксис и так далее. Приобрели ли вы их? Вот. Вот этот весь список вопросов. Ну, и здесь есть еще такие ключевые моменты. Каждый язык программирования имеет достоинства и недостатки используемого языка. Определите конвенции программирования до начала программирования. Позднее адаптировать к ним код станет почти невозможно. Методик конструирования слишком много, чтобы использовать все в одном проекте. Тщательно выбирайте методики, наиболее подходящие для вашего проекта. Спросите себя, являются ли используемые вами методы, методики программирования, ответом на выбранный язык программирования. Или их выбор был определен языком. Помните, что программировать следует с использованием языка, а не на языке. Эффективность конкретных подходов и даже возможность их применения зависит от стадии развития соответствующей технологии. Определите стадию развития используемой технологии и адаптируйте к ней свои планы и ожидания. Так, ну на этом эта глава все. И следующая глава у нас называется высококачественный код. И в этой следующей главе мы познакомимся со следующим. То есть основное содержание это проблемы связанные с проектированием ПО, основные концепции проектирования, компоненты проектирования, эвристические принципы, методики проектирования и в принципе все. Сейчас мы продолжим, но сейчас я поговорю с этим Ингуанятиной Боба. Интересно, знает ли он что человечину? Что ты, думаю, стоит поговорить о Доке и твоих фирменных рецептах? О чем это ты? Так. Так, шерифа нету, блин. Вопрос про твои блюда. Тише, я не хочу, чтобы весь... Ага. Знаешь, блин. Постой, постой. Думаю, я буду молчать, если... Ладно, что у них с этого будет. Мне нужно 200 баксов каждые 5 дней. Хрен тебе, отвали. Ах так, ну тогда, дружище. Ты уже мне достаточно нервов. Вот, блин. У тебя есть вещи? Вы что, гоните? Блин. 200 баксов, это я, конечно, замахнулся. Но получается, и шерифа-то нету. Кому мне пожаловаться? А что они все красным? Спасибо за помощь. А если я сейчас убью его? Вали отсюда. А если я его сейчас просто убью и все? Ну как там, человечина продает, а потом пойду и этого доктора убью. Так, они все согрятся тоже на меня? Или нет? Да, блин, ну чувак, торгует человечное. Офигеть. Говорит, со мной они не хотят. И что делать? Это бардак? Давай, Бобик, загрязи его. Ладно. Ладно, надо было с него потребовать не 200. 200 слишком много. Если кто-то будет играть, то не наглейте. Как говорится, жадность фраера погубит. И немного потребуйте, чтобы он вам платил. Итак, ладно, продолжаем. Продолжаем мы продолжать и начинаем новую главу. И в этой новой главе я уже перечислил. Ну и первая у нас подглава. Проблемы, связанные с проектированием программного обеспечения. Под проектированием программного обеспечения понимают разработку или изобретение схемы преобразования спецификации приложения в готовое приложение. Проектирование это тот процесс, который связывает выработку требований с кодированием и отладкой. Структура удачного высокоуровневого проекта приложения может успешно охватывать целый ряд более низкоуровневых проектов. Хорошее проектирование полезно при разработке над небольшими приложениями и просто необходимо при работе над крупными. Однако, с проектированием связано множество проблем. Эти проблемы и будут обсуждены. Ты выглядишь подходяще. Ну, 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 ну. Подходяще я выгляжу. Че дальше? Короче, надоело мне это бегать. О! Так, мы уходим примерно каждые пять дней. Это первая, пятая, десятая. Двести. Возможно. Первого, пятого. А сейчас какое? Десятого, да там пятнадцатого. Так, ладно, побегу я, короче, в пустошь. Не, пойду и убью того доктора. Он все-таки нехороший человек. Убью, перебью там всех. А потом пойдем дальше. Итак, проектирование. А, блин, вот сюда. Вот у этого есть, смотрите. Есть. Этот. Видите, я сейчас завалю. Не хочешь, мне все равно. Мать же, не хочешь, чтобы с тобой кто-то... Я, может быть, сейчас этого убью. А там в соборе надену эту мантию. И, в любом случае, идем по беспределу, короче. Начинаем. Итак, проектирование. Грязная проблема. Хорст, Риттел и Мелвин Вебер определили грязную проблему как проблему. Которую можно ясно определить только путем полного или частичного решения. По сути, данный... Ах ты, тварь, не стреляй в собаку, гнида. Ах ты, мразь. Ну, сейчас ты получишь. По сути, данный парадокс подразумевает, что проблему нужно решить один раз. Чтобы получить ее ясное определение. А затем, еще раз, для... I am sorry, Бобик. Я не хотел. Вы все умрете, гниды, за это. Извините. О, проснулся нарколыга такой, встал. Все спали, спали, а тут они проснулись. Так, извините. Так. То есть, фишка в том, чтобы получить ясное определение проблемы, ее нужно решить первый раз. А затем, еще раз, для создания работоспособного решения. Этот процесс уже несколько десятилетий, и непрерывно связан с разработкой программного обеспечения. Да что... Блин, что-то с мышкой у меня. Вот. Одним драматическим примером подобной грязной проблемы является проектирование первого варианта моста Tacoma Narrows. В то время, главным соображением при проектировании было обеспечение прочности адекватной планируемой нагрузки. В случае моста Tacoma Narrows оказалось, что ветер вызывает непредвиденные волнообразные гармонические колебания моста из стороны в сторону. В один ветреный день, в 1940 году, колебания неконтролируемо усилились, и часть моста обрушилась. Это наглядный пример грязной работы, грязной проблемы. До разрушения моста инженеры не знали, что аэродинамика играет большую роль. Только построив мост, решив проблему, они смогли обнаружить дополнительный аспект проблемы, что позволило им возвести новый мост, который стоит до сих пор. Одно из главных отличий программ, которые вы разрабатывали, когда там обучались, от программ, которые разрабатываются теперь, став профессиональным программистом, в том, что проблемы проектирования, решаемые на этапе обучения, редко бывают грязными. Если бывают вообще, ну, то есть, вы учитесь уже по каким-то книгам, источникам, соответственно, там уже решены проблемы. То есть, вы не с нуля создаете. То есть, вы обучаетесь уже по каким-то заранее составленным, коротким, ну, кратчайшим путям. И вам не нужно самому это все создавать и придумывать, и все это передумывать. Но при профессиональном программировании, такое бывает не всегда. И вы решаете какую-то задачу, которую вы, к примеру, до этого никогда не решали. И не знаете, как подходить, или не до конца знаете, как вообще подходить к решению подобной проблемы. Соответственно, иногда бывают вот такие решения, как грязные решения. Так, дальше у нас следующий тип, можно сказать. Проектирование... Ну, не тип, а подразделочек такой. Проектирование неряшливый процесс. Даже если оно приводит к аккуратному результату. Завершенный проект приложения должен выглядеть хорошо организованным и ясным. Но процесс разработки этого проекта далеко не так аккуратен, как конечный результат. Проектирование неряшливо, потому что вы выполняете много неверных действий. И попадаете в множество тупиков. То есть совершаете массу ошибок. В действительности ошибки являются сутью проектирования. Дешевле допустить ошибки и исправить проект программы, чем найти их после кодирования. И исправлять готовый код. Проектирование неряшливо, потому что удачное решение часто лишь чуть-чуть отличается от неудачного. Так, и патрончики. Эй, эй. Что-то с мышкой. Что такое? Почему? Что-то опыта я мало получил. Надо перебить не одно поселение, походу, чтобы получить следующий уровень. Итак, проектирование неряшливо еще и потому, что трудно узнать, когда проект достаточно хорош. Какого уровня детализации достаточно? Какую часть проектирования выполнить с использованием формальной нотации, а какую прямо за клавиатурой? Когда проектирование считать завершенным? Улучшать проект программы можно постоянно. Поэтому чаще всего на последний вопрос отвечают. Когда у вас вышло время или закончилось? Так, ну, ту гниду, которая убила собаку... Ай, блин, это же я убил собаку. Ну, я случайно, случайно ее убил. Так получилось. Так, надо вот эту мантию забрать. Опа, очки. А я не могу ее забрать. Получается, я зря их убил? Нет, не зря они все наркоманы. Ладно. Тогда я пойду просто так в собор и всех перестреляю. Так, идем дальше, идем дальше. Что у нас тут дальше? Проектирование связано с определением компромиссов и приоритетов. В идеальном мире все системы обладали бы бесконечным быстродействием. Не предъявляя никаких требований к подсистеме. Хранение данных. Давали нулевую нагрузку на сеть. Никогда не содержали никаких ошибок. И создавались бы без всяких затрат. Однако в реальном мире один из важнейших аспектов. Один из важнейших аспектов работы проектировщика это анализ конкурирующих характеристик проекта и достижение баланса между ними. Если быстрота отклика системы важнее, чем минимизация баланса между ними. А, если чем минимизация времени разработки, проектировщик выберет один вариант. Если во главе угла быстрота разработки, оптимальный может оказаться другой вариант. проектирование подразумевает ограничение возможностей. Ого! Ого! Вот мантия! Вот она мне и нужна! Я, в принципе, мог бы их и не убивать, походу. Да, блин, что мы... Мышка, что с тобой? Я заметил, что что-то с мышкой... Блин, тут столько ништячков! Мне надо что-то скинуть, что-то ненужное. Или что-то... То, что дешевое. Ну, всякие вот эти вещи, я это, понятное дело, заберу. Патроны? Патроны это, по-моему... А, нет, это не такие патроны. Ладно. Не понял. А что я мантию эту не могу взять? Ладно. Я понял, я сейчас вот эту... Вот эту броню скину. А... Блин. Это все... Вот мышка глюканула. Вы видите, что произошло? Так, ладно. Буду на тачпаде это все делать. Итак, проектирование не подразумевает ограничение... возможностей. Проектирование предполагает не только обеспечение возможностей, но и их ограничение. Если бы люди, создавая физические структуры, обладали бесконечным объемом времени и ресурсов, мы увидели бы на улицах невероятно странные здания с диковинными башенками и сотнями комнат на отдельных этажах. При отсутствии целенаправленно заданных ограничений программного обеспечения, может оказаться... Программное обеспечение может оказаться именно таким. Ограниченные объемы ресурсов при конструировании зданий требуют упрощения решения, что в итоге приводит к его улучшению. А проектирование программного обеспечения в этом смысле ничем не отличается. Да, вот видите, вот так вот тупанул. Главное ничего не упустить. Пистолет это надо. Блин, рюкзак надо, потому что я там винтовочку положил, цветок надо. Это надо, это надо, плоскогубцы. Брать, не брать. А что-то денег маловато. Подозрительно. А куда они делись? Так, это забираю. Это забираю. Дальше. Ну, собака уже померла, значит мясо я брать не буду. Что-то, что. Ну, вот это я возьму, оно по идее должно стоить каких-то денег. Это я тоже возьму. Это тоже возьму. Это продать можно. Что-то еще тут можно взять. Вот эти пистолеты вроде не дешевые. А, все, 0. А, вот 0 пишет, что типа я больше ничего не могу взять. Так, еще раз пересмотрим, пересмотрим. Вроде все, да. Может быть сейчас кто-то со мной поторгует. Я сейчас сохранюсь. Если кто-то поторгует, будет замечательно. Я ему сейчас впарю всякий хлам. Так, проектирование не детерминированный процесс. Если вы попросите трех человек спроектировать одну и ту же программу, они вполне могут разработать три совершенно разных, но вполне приемлемых проекта. Как правило, спроектировать компьютерную программу можно десятками способов. Что совершенно верно. Обмен. Обмен у меня ничего нет. Так бы и сказал. Проектирование это эвристический процесс. Так как проектирование не детерминированно, методы проектирования чаще всего являются эвристическими методами. То есть практическими правилами или способами, которые могут сработать, а не воспроизводимыми процессами, которые всегда приводят к предсказуемым результатам. Проектирование это метод проб и ошибок. Инструменты или методы проектирования, оказавшиеся эффективными в одном случае и в другой ситуации могут оказаться куда менее эффективными. Универсальных методик проектирования не существует. Так, попробую-ка я продать. Хочу говорить, что продать. Конечно. Так, что у тебя тут есть? Так, буду я ей парить вот эту вот продукцию. 1600. Деньжатки вот сюда. Да. Вот сюда. А мантию я... А, мантию тоже могу продать. Но не надо. Потому что по закону подлости потом выкупить... Блин, гранату тогда возьму, да? Почему граната? 1400. 1559. Да ладно, уже. Так. Проектирование еще это постепенный процесс. Можно довольно удачно обобщить названные аспекты проектирования, сказав, что проектирование постепенный процесс. Проекты приложений не возникают в умах разработчиков сразу в готовом виде. Не быч. Чуть еще. Мне впарить надо. Я сейчас похож на этого, который ходит по квартирам и там всякие акции. Вот смотрите, вот у нас акция. Но надо доплатить. Чуть-чуть доплатить. И вот эта вот кофеварка ваша. Или с чем они там ходят. Это будет стоить... Да, принято. О, классно. Так. Проектирование постепенный процесс, да? Проекты приложений не возникают в умах разработчиков сразу в готовом виде. Они развиваются и улучшаются в ходе обзоров, неформальных обсуждений, написания кода и выполнения его ревизии. Практически во всех случаях проект несколько меняется во время первоначальной разработки системы. И еще больше при ее модернизации. Степень, в которой изменение выгодно или неприемливо, зависит от особенностей создаваемого программного обеспечения. Так, вот она мне дала это химические журналы. И что? Мне типа их надо прочитать? Ну давай-ка я прочитаю. И что, прочитал? Или выкинул? Выкинул. Ну как-то можно таким быть. Ладно, положим сюда. А их читать-то нельзя. А что она мне говорила? Блин. Это походу надо кому-то эти журнальчики отнести. А кому? Я понял. Вот это я невнимательный. Ну, потому что, потому что основная-то у нас идея. Говорить о всяких темах или что-то читать. Ну ладно, ладно. Так, я еще одну броню впарил. Сколько тут? 200 надо, да? 226 убрать. Вот так вот. А химический журнал? Это какому-то химику надо, да? А какому? Блин, а какому? Может я его уже убил? То есть видите, где-то с кем-то поговорил, раз и у нее появились как бы эти книги. А если бы не поговорил? Ну, то есть тут можно довольно долго играть. Если вот аккуратно выполнять все квесты, там. Внимательно все читать. Я хочу кое-что еще продать. Так, что у нас там дальше, кстати? У нас там дальше по теме основные концепции проектирования. Успешное проектирование программного обеспечения требует понимания на нескольких важных концепций. Ну и далее мы эти концепции обсудим. То есть обсудим роль сложности и все такое. Итак, и так, и так. Чтобы лучше понять важность управления сложностью, обратимся к известной работе Фреда Брукса. Ну, это известная работа, называется вот так вот. No Silver Bullets, Essence and Essidence of Software Engineer. Работа, короче, это 1987 года. Так, существенные и несущественные проблемы. Брукс утверждает, что сложность разработки программного обеспечения объясняется существенными и несущественными проблемами. Используя два этих термина, Брукс опирается на философскую традицию, уходящую корнями к Аристотелю. В философии существенными называют свойства, которыми объект должен обладать, чтобы быть именно этим объектом. Автомобиль должен иметь двигатель, колеса и двери. Если объект не обладает каким-нибудь из этих существенных свойств, то это не автомобиль. Несущественными свойствами называют свойства, которыми объект обладает в силу случайности. То есть свойства, не влияющие на его суть. Так, автомобиль может иметь четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, восьмицилиндровый или любой другой. И все же являться автомобилем. Тип двигателя и колес, число дверей. Все это несущественные свойства. Можете также думать о них как авторостепенных, произвольных, необязательных и случайных. Брукс замечает, что главные несущественные проблемы разработки программного обеспечения уже давно решены. Например, несущественные проблемы, связанные с неудобным синтаксисом языка программирования, языкопрограммирования, постепенно утратили свою значимость по мере развития языков. Несущественные проблемы, связанные с интерактивностью компьютеров, исчезли, когда на смену операционных систем, работающих в пакетном режиме, пришли системы с разделением времени. Среды интегрированной разработки избавили программистов от проблем, обусловленных плохим взаимодействием инструментов. В то же время, Брукс утверждает, что решение оставшихся существенных проблем разработки программного обеспечения будет куда медленнее. Это объясняется тем, что разработка программ по своей сути требует анализа всех деталей, крайне сложного набора взаимосвязанных концепций. Причиной существенных проблем является необходимость анализа сложного, неорганизованного реального мира. Точного и полного определения зависимостей и исключений. Проектирование абсолютно, но никак не приблизительно верных решений. Даже если бы мы смогли придумать язык программирования, основанный на той же терминологии, что и требующая решения проблемы реального мира, программирование все равно осталось бы сложным, из-за необходимости точного определения принципов функционирования мира. По мере того, как разработчики программного обеспечения берутся за решение все более серьезных проблем реального мира, им приходится анализировать все более сложное взаимодействие между сущностями, что в свою очередь приводит к повышению существенной сложности программных решений. Источник всех этих существенных проблем – сложность как несущественная, так и существенная. Вот так вот, ребятки, вот так вот, ребятки, вот так вот, ребятки. Блин, какой-то химик. Надо мне. А, эти опять лежат, видели, там на полу лежит. То есть, была возня, они проснулись такие, хоп-хоп, посмотрели, что тут да как. И дальше опять легли. Ох, и наркоманы. Так, до следующего уровня еще немало. Ну, побегу-ка я, побегу-ка я, побегу-ка я. На сегодня, наверное, все. Ну, в плане зачитывания. В следующий раз мы продолжим, и в следующий раз это будет, как бы, ну, опять все тоже, опять та же книга. И это проектирование, преконструирование. Ну, и дальше вот следующая тема – это важность управления сложностью. Ну, и дальше там продолжим. Ну, а сейчас я, как бы, то есть, если вы все, то тогда всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся там, и все такое. Ну, если не все, то я, как бы, тут доиграю чуть-чуть, добегу. Куда я добегу? Сейчас не знаю, наверное, в Некропольс бегаю. Наверное. Надо куда-то сбегать. У меня полно шмоток, их бы кому-то продать. Даже из их, 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 их в хаб, может, а такие, так в хабе, по-моему, да? Да, я так в хабе. Некрополь. Ну, я в Некрополе мало был. Я там только этот, 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 этот чип, чешуя нашел там, да. И все. Да, сбегаю я в хаб. Ой, в Некрополь. А дальше все-таки я, наверное, полезу в интернет. Сегодня. Или завтра, или послезавтра. И гляну. Ну, что это за книжка с химика? Потому что она кому-то нужна. Если кому-то нужна, значит, кто-то мне за это может что-то дать. А мне надо что? Мне надо опыт. Мне надо взять следующий уровень. И тогда я пойду разносить собор там. А может и все разнесу по очереди. Вот, водораздел. Отель. Блин, я сюда как-то вот все время как прихожу, так тут уже темно. Вот, смотрите, вот эти. Мутанты. Может с ними повоевать? Повоевать-то с ними. Это хорошо, только иди отсюда, человек. Ну ладно, раз вы сами нарвались. Выйду я вот сюда. Вот, пусть они подходят по очереди. Ой, я думал он в здании. Ага, там два выхода. Блин, я тупанул. Ну ладно. Мне бы... Потому что сейчас я у этих мутантов, в принципе, могу, да, там, какие-то шмотки, какие-то вещи взять. Хотя вопрос, зачем? Зачем с собой вот это все таскать? В принципе, деньги у меня есть. Все, что мне надо, у меня с собой есть. Ну, то есть, мой добрый дробовичок. О, ну, лежачего не бьют, ребята, вы не знаете этого. Да, нафиг меня за это все таскать. Я буду их всех убивать и все. Потому что вот это вот... Тягание с собой как можно больше вещей. Зачем ты их тягаешь? Куда ты их денешь? Все есть. У меня прокачано это легкое оружие. Патроны есть. Что еще надо? На патроны хватает. Броня нормальная, силовая. Надо в это братство сходить. Может, там квестов намутить. А, там же он мне просил какую-то принести деталь. Там один был чувачок. Типа, он отремонтирует и что-то мне даст. Хотя, мне больше ничего не интересно. Может быть, тут, правда, есть какие-то эксклюзивные вот эти дробовики. То в этом плане да. О, попробую Кая взять вот так вот. И попробую выстрелить. Ну, это когда сейчас один останется. То я второго попробую пострелять. Может быть, будет какой-то мега урон. Так, все. О, одного завалил. Сейчас с этим попробую поиграться. Одиночный. В голову. И что там? 17. 17 урон. Еще раз. Что-то не очень, кстати. И то ли, сколько там? Три патрона. Это мало. Это постоянно перезарядка. Короче, надо будет его продать. Надо будет этот пист... Нет, 3-4 получается, да. Надо будет его продать, потому что он непрактичный. Да, реально, фигня. Ну, на том и решили. Вот. Сдохни. Я победил. О, 1000 очков. Нормально. Этих мутантов, в принципе, можно валить. 1000 очков опыта. Это уже неплохо. Это уже неплохо. Они какие-то бомжеватые. А, вон. 6,5. Ну, чуть больше опыта еще надо. Ну, и нормально. Короче, я, наверное, знаете, это все-таки игра. Впереди еще книга большая. Есть еще Fallout 2. Есть еще там. Поэтому, что париться. Что париться. Пойду я выносить всех подряд. Просто всех подряд. Единственное, да, полезу, почитаю. Ну, а что это за журналы химикал? Кому их отнести? А потом вынесу всех-всех-всех. Все, нету здесь мутантов. Нету. А, тут же есть эти люки. Точно. Залезем в люк. И полезем дальше. Сейчас еще парочку мутантов завалю. И все. Надо по чуть-чуть продвигаться. Брать этот опыт. Сейчас пос... О! Ребятки, как так? Он же был живой. А кто его убил? Смотрите, кто-то их поубивал. Это, наверное, эти мутанты. Ну, все. Я думал, на вас не убивать их, гниды. А теперь сейчас я вас всех убью. Сейчас. Вот выход. Походу, это мутанты, где спустились и убили. Но убить, правда, я не знаю, как получится. У него, наверное, ружье. А, вот. Смотрите, вот они. А, не. Сюда я не могу. Этот. Вебнер... Тут дверь? Ну, да и ладно. Ну, взорвалась-то, взорвалась. А где тут дверь? Блин. Я понял. Бегу сюда. Сейчас. Вон этих... Там есть мутанты, которые... Ну, без оружия. Типа. То их я поубиваю. За них тысяча опыта дают. А эта тысяча опыта мне... Так, тут есть другой где-то выход. Тут вроде где-то был. Блин, я уже не помню. Не, нету. Ну, ладно. На сегодня все. Я тут еще чуть побегаю. Сейчас завалю пару мутантов. А всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.